Добрый день, уважаемые читатели газеты Одесская жизнь и зрители нашего видеоканала. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Право выбора» и в гостях у нас политолог Ярослав Католик, который расскажет нам все, что он знает об одесской политике. А знает он, поверьте, немало. В последнее время наша газета достаточно часто публиковала материалы, посвященные ситуации в одесской политике, посвященные различным кулуарным и открытым противостояниям, конфликтам и так далее. Нам помогали разбираться в этом политологи, в частности и вы, Ярослав, и мы хотели бы более подробно поговорить о том, что нас ждет в ближайшее время. Дело в том, что очень многие эксперты, с которыми мы общаемся, предупреждают, что нас ожидает достаточно жаркая осень в политическом плане. Вот по вашему мнению, насколько может подняться градус политической температуры в ближайшее время в Одессе? Я не думаю, что градус повысится очень сильно, поскольку мы уже видим определенное противостояние. Думаю, что оно будет приблизительно в таком же градусе продолжаться вариться, эта вся каша. Многие, очевидно, полагают, что ситуация с досрочным прекращением полномочий мэра Одессы Геннадия Труханова более реальна. И упоминают в данном случае более 100 подписей народных депутатов Украины, которые подписались под постановление Верховной Рады об его отзыве. Очевидно, они считают, что именно этот факт придаст такой, знаете, бурлящий момент этой всей каше. Но я, честно говоря, очень скептически к этому отношусь. Поэтому я думаю, что мы будем видеть только те противостояния, которые мы видим сейчас, и немного конфликтов с общественными активистами, которые выступают против уничтожения и застройки Одессы. А вот еще такая ситуация сложилась в Одессе достаточно давно, может быть, не очень типичная. У нас есть политические партии, но у нас есть различные политические группировки, которые далеко не всегда совпадают с партиями. Когда у нас была партия регионов во власти, то группировки внутри партии регионов, может быть, более остро противостояли друг с другом, чем с какими-то оппонентами политическими. Вот на сегодняшний день, какие политические, возможно, экономические группировки действуют в Одессе? Кого они объединяют? Сколько их? Какие интересы они представляют в таком плане? Я боюсь и затрудняюсь ответить, какое их количество, но их немало, это точно. Можно говорить о тех, которые себя наиболее проявляют, поскольку они на слуху, они говорить проще всего. Это, с одной стороны, блок Петра Порошенко, который, скажем так, координируется и курируется Михаилом Шумшковичем. Это я называл бы одна группировка. Вторая группировка, это более формальная, это Саакашвили и его команда, которые имеют отличные от блока Петра Порошенко интересы, цели и задачи. Третья группировка, это мэрия, это Геннадий Труханов и его товарищи, в том числе бывший или экс-секретарь городского совета Олег Бриндак. А вот сюда я его тоже отношу. Есть отдельная группировка Сергея Кивалова, которая периодически это всплывает, а не всплывает. Я бы выделил еще, говоря о мэрии, группировку, ну скажем так, Ангерта. Скажем так, она представлена двумя видными чиновниками, это Олег Янчук и Шандрик. И еще одна группировка, связанная с Котлером, это вице-мэр Одессы по безопасности и по прочим вопросам. Он не самостоятельная фигура относительно, но у него тоже есть ряд механизмов и влияния и так далее. Плюс можем выделить отдельно группировку Круков, которая достаточно сейчас, ну не особо светится, как бы ушла из активной политического деятельности, но тем не менее о них забывать тоже нельзя. Они тоже влияют периодически на политическую жизнь в Одессе. И последнее, это не совсем связано с политикой, это, я бы сказал бы, общественные активисты различные, которые тоже имеют различные, по различным вопросам включаются в политическую жизнь и тоже пытаются каким-то образом воздействовать. И тоже частично они связаны с партией, имеется в виду партия-демократический альянс. И тут вопросы как бы и антикоррупционные поднимаются, и, скажем так, трассы здоровья, и вообще зеленых насаждений в городе Одессе. И отдельно там не связаны уже, или можно еще одну вспомнить, которая действительно тоже связана, это партия Вильных Людей, по-моему, называется. И еще там была одна хорошая партия. Хорошая для политиков или для граждан. Нет, ну в смысле, что самопомощь можно тоже вспомнить. Ну в общем, есть партии, которые активно тоже работают. И группировка, которая не связана с партиями, это касается, которые выступают против плавно зонирования территории города Одессы, которые периодически возмущаются против хаотичной, непродуманной застройки нашего города, уничтожения исторического центра. То есть оно не всегда связано с политикой, но, естественно, поскольку это выходит в СМИ и общественность это обсуждает, оно каким-то образом политики артикулирует даже эти интересы и пытается как-то тоже в той или иной степени повлечь. Ну, мне кажется, такие основные, скажем так, группировки, которые есть, но я уверен, что их еще гораздо больше, просто они не такие активные. А вот такая фигура, как Аднан Киван, можно ли бы назвать эту фигуру политической? Вот недавно он заявил о том, что может управлять и городом, причем любым городом. То есть насколько его роль в политике в Одесской? Да, это было мое упущение. Действительно, Аднан Киван очень активно сейчас начал работать на политическом поприще. Он заявил о том, что он способен управлять не только городом, но и страной. Мы видим в этом его амбиции, мы помним его противостояние с мэрией. Он периодически тоже вступал в различные союзы против Геннадия Труханова, в том числе вместе с Михаилом Саакашвили. Он ему помогал и поддерживал и Боровика, и избирательную кампанию. То есть вот такая вот непростая фигура, скажем так. О нем абсолютно справедливо можно говорить, как о сильном политическом игроке, который имеет свои медиаресурсы, который активно влияет на общественную политическую жизнь в этом городе, и который имеет свои виды и свои планы по, скажем так, политической структуре Одессы и тех людей, которые должны занять в ней определенные такие влиятельные посты. Я имею в виду, скажем так, политика известного в Одессе, который сейчас активно бывает на медиаресурсах Одна Накивана, и мы можем сделать вывод о том, что именно этого политика готовит в качестве альтернативы Геннадия Труханова на следующие выборы мэра Одессы. Имеется в виду Валерий Матковский, который был вице-мэром Одессы по ЖКХ и вице-губернатором. Ну вот еще такой достаточно известный одесский политик, для кого-то одиозный, возможно, как Алексей Гончаренко. Какое влияние он имеет на ситуацию в Одессе, что он на сегодняшний день себя представляет в политическом плане? Есть фигура Алексея Гончаренко, это народный депутат Украины, которого все мы знаем, он имеет давнюю историю в Одессе, он заявлял о том, что будет потенциальным кандидатом в мэра Одессы, мы помним, он на площади 10 апреля собирал одесситов и говорил всем, что иду ли я в мэр Одессы, да, 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 мы все помним эти видео. И потом вдруг резко поменял свое мнение и не выставлял свою кандидатуру в противовес своему отцу Алексею Костусеву. После этого мы помним, что он был заместителем председателя областного совета, такая высокая должность, сейчас, конечно же, он народный депутат Украины и продолжает влиять благодаря своему другу и с помощью своего друга Михаила Шмушковича на детские события. Правда, поскольку Алексей Гончаренко стал народным депутатом Украины, его влияние, ну именно его персональное уменьшается, поскольку он больше занимается киевскими, точнее даже не киевскими, а всеукраинскими вопросами, всеукраинскими проблемами, его заявления все больше касаются в меньшей степени Одессы, а он пытается выйти на всеукраинский уровень. И тут можно вспомнить его громкие заявления по поводу продажи Одесского припортового завода, он, в принципе, давно этой темой занимался, сейчас продолжает в Киеве говорить, он, если мне не изменяет память, является заместителем председателя фракции блока Петра Порошенко в Верховной Раде. В общем, он всячески пытается выйти из одесской политики и стать всеукраинским политиком, а одесскую политику, скажем так, влиять на нее через Михаила Шмушковича. И есть ряд медиаресурсов, опять-таки, тоже у них одни из самых влиятельных в городе, и они через них также, видно, как политические интересы свои лоббируют. Ну, вот Гончаренко все-таки, я бы сказал, что он в достаточно сложной ситуации, то есть у него антирейтинг, скорее всего, намного превышает рейтинг, поскольку он как бы стал чужим для своей предыдущей политической, политических сторонников, но так и не стал своим в новой, по идее. Вот, то есть, насколько вообще он влиятелен в Одессе, насколько он может на что-то претендовать в политическом плане в нашем городе? Я не думаю, что он на что-то может претендовать, поскольку у него, вы правильно отметили, очень большой антирейтинг среди, ну, скажем так, Одесского электората, это раз. Во-вторых, у него еще больше антирейтинг среди одесских политиков и чиновников, поскольку Алексей Гончаренко, скажем так, слишком гибок в своей политике, он неоднократно метался из одного политического лагеря в другой. Это воспринималось его соратниками или партнерами, как предательство очень часто, и, соответственно, как бы он не имеет какого-то, знаете, ядерного электората, который мог бы его помочь, лоббировать или достигать каких-либо целей. Поэтому в одесской политике, мне кажется, Алексей Гончаренко может на что-то претендовать только благодаря Киеву. То есть, если Киеву нужно будет поставить удобного человека, и не будет очень жесткого противостояния или противодействия со стороны одесситов, то Алексей Гончаренко может занять какую-то должность в Одессе. Но поскольку в Одессе очень сильные политические расклады, очень сильные политические группировки, я не думаю, что в ближайшей перспективе у Алексея именно в Одессе есть какой-то шанс, какую-то большую должность получить. Потому что другие кланы будут объективно даже идти на союзы друг с другом, лишь бы против Алексея Гончаренко, не допускать его усиления его власти. Поэтому мне кажется, что он именно поэтому и пытается стать всеукраинским политиком, попробовать занять там свою нишу. Вот с ним так. Ну вот практически большая часть группировок, которых вы перечислили, они являются не только политическими, но и бизнес-группировками. Если говорить в целом об Одесской политике, сколько в ней, собственно, политики, а сколько в ней все-таки бизнес-интересов? И где вот тот баланс и та грань между ними? Ну, вспоминая отцов-основателей марксизма, политика – это настройка над экономикой. Но, к сожалению, в нашем городе, или к счастью, мы можем наблюдать даже иногда ситуации, когда политика идет впереди экономики. Естественно, о своих бизнес-интересах никто не забывает. И в обычное, скажем так, невоенное время, конечно же, экономические интересы не превалируют. Поэтому я бы сказал, что процентов 70-80 во всем, что происходит – это экономика, и процентов 20 – это чистая политика или политиканство. – Понятно. А вот еще одна такая тема, достаточно актуальная, которая обсуждается в последнее время. Наступил у нас мир. У нас мэр Геннадий Труханов и губернатор Михаил Сякашвили якобы зарыли томогавку войны, проводят совместные пресс-конференции и так далее. Насколько реален этот мир, или это какой-то тактически ситуативный такой момент? – Я бы сказал, что это тактически ситуативный союз. И я бы сказал, что топор войны вновь уже вырыт. То есть он уже давно закончился. Как только стало известно, что Одесса не получила права на проведение Евровидения, этот союз, который мог бы стать долгосрочным, долгоиграющимся, он сразу перекатил свое существование и находит уже в это свое подтверждение даже в поведении и Сякашвили, и Труханова. Буквально вчера или позавчера губернатор нашей области Михаил Сякашвили колко отозвался о Труханове в том плане, что, слава богу, в Измаиле ливневку почистили и теперь там не будет. Тех заболеваний инфекционных, которые были до этого. А вот надеюсь, что наконец-то и Одесситы дождутся. То есть такие вот колкие замечания, которые, в принципе, позволяют сделать вывод о том, что топор войны вырыт и начинается вновь противостояние. – А такой еще момент. Очень многие политические, общественные активисты часто критикуют Мэрию. Ну, надо сказать, что нередко весьма обоснованно. Но есть ли у какой-либо группировки, какой-либо политической силы реальное альтернативное видение будущего Одессы, есть ли какой-то системный действительно подход? Потому что мы слышим много критики, но мы, к сожалению, редко слышим о каких-то позитивных программах, о альтернативных программах. Кто бы сегодня мог предложить, по вашему мнению, такую программу? Есть ли такие программы? – Я бы сказал, что есть. Вопрос только в том, насколько системно мы говорим, о какой системности. Если там такой детальный план по коренной реформе всего города, я думаю, что вот такого документа нет ни одной политической силы, ни одной общественной организации, поскольку это очень трудоемкий процесс, который… ну, и такой документ нельзя составить, если у тебя нет специалистов по всем вопросам. Но если мы говорим не о реформе всего города, а о какие-то отдельные системы или подсистемы в этом городе, то, в принципе, мы можем говорить о том, что уже упомянутая партия. Демократический альянс придумывала очень много различных вариантов, как можно использовать городские ресурсы по-другому. И партия «Самопомощь» тоже, они очень неплохие вещи, тоже предлагали по изменению городской политики. Демократический альянс говорил об антикоррупции, правильной застройке города, в том числе на склонах, в историческом центре города. Они занимались вопросами пляжных правил, это урбанистические различные проекты, которые могут пойти действительно на пользу. «Самопомощь» разрабатывала свои предложения и даже вносила в городской совет, но я не знаю, насколько она выстрелила, но как минимум «Самопомощь» показала, что они готовы это делать. Имеется в виду парковки, имеется в виду мафы, имеется в виду рекламные конструкции. То есть они хорошо в этом плане проработали и нанесли на интерактивные карты, и каждый десит может посмотреть, у каких объектов есть документы, какие объекты, скажем так, нелегальны или полулегальны. То есть это говорит о том, что есть политические силы, которые могут что-то делать, но насколько это востребовано самими одесситами, я бы скорее сказал, что это не востребовано, потому что одесситы не смотрят так системно на этот вопрос. То есть все больше ведутся на пиар, все ведутся больше на билборды, на красивые заявления, нежели на какие-то программные документы, которые позволяли бы более эффективно управлять городом. А вот те одесситы, которые, может быть, меньше ведутся на билборды и на пиар, я имею в виду общественные активисты, насколько они влияют на политику, насколько их вес удельный в одесской политике весом и значительный? Все очень ситуативно на самом деле, потому что в некоторых моментах можно говорить о том, что они практически ни на что не влияют, потому что мэрия, если решила что-то сделать, то через колено всех переломают, будут оставаться прохладными или полностью игнорировать любую критику, любые замечания, предложения, которые разработаны. К сожалению, мы это видели буквально на примере тех же пляжных правил, которые разрабатывали общественные активисты, которые пытались сделать это более порядочным, более рациональным и учесть, сбалансировать интересы как арендаторов пляжей, так и самих одесситов, которые имеют право на нормальный отдых на пляже, а не ютиться в каких-то 30% пляжной зоны, при том, что туда еще очень часто выставляют другие объекты, которые по этому территорию искусственно уменьшают. Боролись, разрабатывали, привлекали чиновников, никакого особого эффекта это не принесло, потому что мэрия была не заинтересована. И когда были другие моменты, а уж тем более, когда были различные группы интересов, тогда вес пропорционально увеличится, поскольку вовлекаются многие другие силы, или же одесситы более так ревно относятся к этим вопросам. К примеру, мы можем вспомнить перенос трамвайного кольца с Аркадией, который обошелся бюджету, а значит каждому из нас, в 21 миллион гривен. Мы можем вспомнить уничтожение Лонжерона, которое было у всех на слуху, но, к сожалению, большинство одесситов не посчитало, это сколь-либо важной темой, или, по крайней мере, не посчитали себя, не посчитали необходимым принять участие в акциях протеста. Но тоже было много слухов, много критики было, много скандалов, то есть было влияние, и мэрия вынуждена была реагировать. И вот последний пример, это генплан, а вот сейчас план зонирован на территории города, в который вывлечено максимальное количество участников, и мы можем видеть, что документ уже несколько раз снимали сессии, его обещают доработать, и мэр пообещал, что он будет прислушиваться, и что будет дорабатывать его, учитывать замечания, предложения и так далее. То есть в этом случае максимальный эффект, максимальное влияние. Поэтому всё очень ситуативно зависит от темы, и зависит от числа участников, и тех потенциальных сторон конфликта, или субъектов, которые могут изменить ситуацию, в плюс или в минус для каждой из сторон. А вот такой ещё момент. Недавно мы все были свидетелями разгона антитрухановского, так называемого Майдана. То есть что происходит? То есть в политику возвращается насилие, то есть возвращаются какие-то парамилитарные, там, китушечи формирования. Что происходит вообще? Почему так происходит? И насколько это опасно? Насколько тревожно эта тенденция? Я считаю, что это очень опасно, и уже порядка двух лет я замечаю такие инциденты, которые очень тревожные, как мне кажется. Во-первых, потому что они остаются практически, ну или игнорируются правоохранительными органами, то есть те моменты, в которых необходимо было бы показать, что власть и сила есть только у власти, то есть монополия на насилие. У нас получается, что полиция очень часто сама бездействует, а когда парамилитарные структуры начинают брать ситуацию в свои руки, пытаться как-то влиять, и не всегда, скажем так, законными способами, полиция, вместо того, чтобы пресечь это и остановить, она просто закрывает глаза и предпочитает не вмешиваться. Вот, к сожалению, это очень тревожная картина, и она приводит к очень печальным, на самом деле, случаям. Тот же, правильно вы сказали, разгон антитрухановского Майдана, это вообще вопиющий беспредел, причем формально мэрия ни при чем, потому что якобы это патриоты между собой не смогли договориться. В общем, всячески пытаются сделать картинку, что мэрия вообще не при делах. Хотя мы прекрасно понимаем, что тот же Автомайдан, самооборона то ли Майдана, то ли Одессы будут ошибиться. РГБ – это те структуры, которые полностью, скажем так, откровенно, лежат под Трухановым, контролируются им и, я уверен, получают финансирование. Поэтому мэр просто в данном случае чужими руками разгреб как бы жар. Где гарантия, что эти же активисты не будут разгонять каких-то других, или противников мэрии, или людей, которые выйдут на протест против незаконной застройки возле своего дома, или уничтожения зеленых зон, никто гарантию не даст. Поэтому я считаю, это очень печальная ситуация и очень тревожная, которая требует реального вмешательства правоохранительных органов, для того, чтобы не было произвола. Потому что когда у нас появляется сила неподконтрольной власти, всегда есть соблазн в другой стороне тоже создать свою силу и пытаться решать вопросы насиловым путем. Это не путь демократического развития, и это может привести к крови, что Одессе явно не нужно. А еще о протестах, близится отопительный сезон, тарифы растут быстрее, чем рейтинги политиков, и насколько реальны какие-то социальные протесты, связанные с повышением тарифов, и если они реальны, то кто из одесских политиков может на этом сыграть, использовать их в своих целях? На самом деле уже играют, можно вспомнить оппозиционный блок, который пытался на сессии областного совета, и если мне не изменяет память, я могу ошибаться, городского совета, предлагали принять обращение к Кабнину о том, что необходимо понизить тарифы. Естественно, не предлагалось ни за счет чего это делать. То есть популизм обыкновенный, то, что мы видим неоднократно. Пиарился на этом уже Батьковщина, правда более грамотно пиарится, потому что Юлия Тимошенко подала в суд с требованием отменить то решение, которым повышались тарифы. Поэтому более грамотно пиар. Но тем не менее, тоже никакого-либо эффекта это не дало. На самом деле я не думаю, что мы увидим массовое выступление людей или же какие-то общественные организации, которые будут поднимать на знамя эту тему, потому что ее очень легко затушить. Будет просто говориться о том, что, к сожалению, наши граждане не хотят обращаться за жилищными субсидиями, государство вас переживает, город тоже. Город будет говорить о том, что у нас разработана программа городская о помощи малообеспеченным семьям, и что обращайтесь, мы всегда открыты. То есть вот такими несложными, нехитрыми способами эта тема заговаривается, и проблема как бы уходит. А люди как выживали, кое-как, так и будут выживать. Я не думаю, что эта тема способна каким-то образом вывести людей на улицы. Поэтому массовых выступлений я не ожидаю. Политическая войнушка будет, будет пиар, будут нагнетания в небольшие ситуации, но это будет исключительно для картинки в СМИ, и все, не более. Ну и напоследок, на сегодняшний день, или за последний месяц, кого бы вы назвали наиболее победителем в одесской политике, кого бы вы назвали наибольшим неудачником, по вашему мнению? Очень хороший вопрос на самом деле. Даже не знаю, как на него нормально ответить, так чтобы полноценно дать картину. Наиболее мне проще сказать, кто является неудачником в этой всей ситуации. Я считаю, что неудачниками являемся все мы, граждане Украины, граждане Одессы, которые в этой всей ситуации каждый раз нашими интересами никто вообще не занимается, и их вообще в расчет не берут. Мы потеряли, по моему глубокому убеждению, Аркадию безвозвратно, мы теряем исторический центр города, мы теряем возможности влияния на мэрию, потому что закрываются глаза, игнорируются эти все проблемы, и мы выбираем во власти людей, которые, скажем так, неоднократно доказывали свои не совсем моральные или этические качества. Мы видели откровенное и воровство, мы видели даже в отношении некоторых людей уголовные дела, заведенные в этом плане, и тем не менее пакет гречки, бутылка водки и бутылка подсолнечного масла чудесным образом меняют наше восприятие за человека, и он вновь получает заветную корочку народного депутата, и явно не для того, чтобы заниматься городскими проблемами. Поэтому в плане неудачников я считаю, что это все мы, наша пассивность приводит к тому, что мы теряем ту Одессу, которую мы все любим, и получаем какие-то бетонные джунгли, и какие-то азиатщину в самом худшем проявлении. Кто является победителем? Хороший вопрос. Мне кажется, что наибольше, скажем так, не растерял тот потенциал, который у него был, как ни странно, Геннадий Труханов. Потому что против него были различные анклавы, различные союзы, Исаак Ашвили против него боролся, и Боровик выставлялся, и была война с Аданом Киваном, и война с общественниками, и из Киева было давление очень серьезное. Мы помним, и тем не менее, как бы Геннадий Труханов умерло, лавирует между этими всеми скандалами, и остается на плаву, и те сторонники, которые у него были, он по большому счету их не растерял. Более того, он показал, что он по-прежнему может контролировать коммунальные службы. Ну, в общем, пресловутый административный ресурс, который мы видели у всех предыдущих мэров, Геннадий Труханов тоже отлично с ним справляется, чему пример последняя, вчерашняя сессия, где мы видели полно коммунальщиков, которые некоторые даже не побоялись на камеру сказать, что пришли по указанию своего начальника. То есть мы видим о том, что мэр использует те же рычаги влияния, которые были, плюс ситуативно использует различные анклавы, союзы для того, чтобы уменьшить влияние своих противников и самому остаться на плаву. Пока что у него это получается. Во благо это Одессы, во вред ли это Одессы, я думаю, что каждый одессит сможет ответить сам на этот вопрос. Но то, что он не растерял свой потенциал, он, в принципе, об этом можно говорить, мне кажется, абсолютно откровенно, честно и не кривя душой. Ну, остается только надеяться, наверное, что все-таки и одесситы, и простые горожане тоже когда-нибудь будут победителями, а не только политики. Спасибо большое, Ярослав. Спасибо за то, что потратили на нас время и побеседовали с нами. Спасибо вам за приглашение. А я напоминаю, что у нас в гостях был политолог Ярослав Католик. Мы обсуждали одесскую политику и что нас ждет в ближайшее время от одесских политиков. Это была программа «Право выбора». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»